Цены на недвижимость в Тверской области неумолимо растут. Если раньше люди отдавали предпочтение вторичке, так как она была значительно дешевле, то сейчас выбирают преимущественно первичное жилье. Так как разница в цене сильно сократилась, почему это происходит и как грамотно вложить денежные средства в недвижимость, узнаем из сюжета Анастасии Новичковой. В конце прошлого месяца Центробанк поднял ключевую ставку до 15% годовых. И это сильно сказалось на рынке недвижимости. В Твери цены на квартиры стали активно возрастать. И это касается не только первичного, но и вторичного жилья. Стоимость одного квадратного метра в определенном сегменте новостроек уже доходит до 120 тысяч рублей. А на вторичном рынке цена квадратного метра крутится около 100 тысяч рублей. Накопить такую сумму большинству покупателей сложно, часто и просто невозможно. Потому самый оптимальный вариант в таких условиях — ипотека. И тут начинается самое интересное. Поскольку суммы кредитования на покупку вторички и новостроек сильно разнятся. И не соответствуют нынешней ситуации, сложившейся на рынке недвижимости. Можно сказать, необоснованно поднимаются цены. Потому что все понимают, что субсидирование ставки по господдержке, по семейной ипотеке скоро, скорее всего, закончится. Мало того, что есть информация, что будет заморожена выплата по материнскому капиталу. Специалисты утверждают, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране цены на жилье завышены примерно втрое. И теперь многим не по карману приобрести жилье даже в ипотеку. Поскольку ежемесячный платеж увеличивается в два раза. В связи с этим в приоритете у населения аренда жилья. Поскольку снимать квартиру выходит дешевле, чем платить уже за свою. Отсюда возникает вопрос, как грамотно распорядиться своими средствами. С макроэкономической точки зрения повышение ключевой ставки приводит к сбережению. Когда замедляется экономический цикл, люди более осторожны в своих покупках. Дело в том, что и Центробанк этого хотел, потому что это один из мощнейших способов победить инфляцию. И в ближайшее время, по мнению экспертов, цены на недвижимость будут только расти. Для объективной оценки ситуации на рынке недвижимости необходимо иметь в виду еще одну тенденцию. В то время как ключевая ставка повышается, правительство России дополнительно выделяет 95 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Что снова должно оживить ситуацию как минимум на рынке новостроек. При этом, как утверждают эксперты, экономическая ситуация в стране начнет стабилизироваться не ранее 2025 года. И если нет острой необходимости в покупке жилплощади, стоит подождать, как говорится, до лучших времен. А если в силу определенных обстоятельств покупка жилья не терпит отлагательств, здесь лучше поторопиться, пока цены не стали еще выше. Впрочем, мотивом для приобретения заветной жилплощади может быть не только срочная необходимость обзавестись, как говорится, собственным углом, но и инвестиционные цели. Ведь многие рассматривают приобретение недвижимости как средство сохранения и даже приумножение своего капитала. Но это уже другая тема.